Здравствуйте, в эфире новости. Положение в Тбилиси стабилизируется. Звязь Гамсахурдия по-прежнему находится на территории Армении. Обострение обстановки в Южной Осетии. Либерализация цен и проблема восстановления немецкой автономии по Волжье. Главные темы встреч саратовцев с Борисом Ельцином. Денежные реформы в России не предвидятся. Правительство Югославии признало свою ответственность за нападение на вертолеты наблюдателей. Президент Буш, перенесший болезненный приступ, чувствует себя вполне удовлетворительно. Международные информационные агентства пытаются сегодня найти ответ на вопрос. Каковы шансы на урегулирование конфликта в Грузии? Многие сходятся на том, что успех оппозиции будет поначалу зависеть от того, действительно ли Гамсахурдия решил отказаться от решительной борьбы или нет. Пока что, как считают, сохраняется возможность того, что он предпримет попытку оживить поддержку проводимой им политики, по крайней мере в селах Западной Грузии, где проживает основной костяк его сторонников. События же в Тбилиси развивались сегодня следующим образом. После двухнедельных боев в столице Грузии восстанавливается нормальный ритм жизни. Сегодня возобновился выход ряда республиканских и центральных газет. Их выпуск в полном объеме восстановится до конца этой недели. Работает местное телевидение. Вновь транслируется первая программа из Москвы. Жители и гости Тбилиси сегодня получили возможность воспользоваться услугами аэрофлота. Взлетно-посадочная полоса местного аэропорта разминирована. Начались регулярные полеты всех рейсов. Проспект Руставели очищен от разбитых автомобилей. Из зоны боевых действий на базы выведена вся бронетехника и ракетно-артиллерийские системы. Начался ремонт поврежденной стрельбой троллейбусной линии. Многие жители центра Тбилиси остались без крова. Правительство решило разместить их в правительственных дачах в привилегированном пригороде столицы Грузии. Мы только что получили репортаж из Армении, где находится Звиад Гамсахурдия. Только что вместе с оператором Мельсом Нарсисяном мы возвратились из Иджевана, где вот уже вторые сутки в одном из здешних пансионатов нашел временное пристанище президент Грузии Звиад Гамсахурдия, члены его семьи и свыше 130 из подвижников. Армения пошла на этот, в общем-то, непростой шаг, исходя прежде всего из соображений чисто гуманитарных, уважая общепризнанные международные нормы защиты прав человека и, конечно, с учетом согласованности действий с грузинскими властями, которые, как мне только что сообщили из источников, близких к официальным, не против нахождения Гамсахурдии и членов его семьи на территории Армении без права выезда. Мы были первыми телевизионными журналистами. Кому удалось этой ночью было около трех часов встретиться с президентом Гамсахурдия. Как вы видите свое будущее буквально на ближайшие дни? Ну, это зависит очень от многих факторов. Я не могу сейчас это предугадать. Очень трудно предугадать. Ну, во всяком случае, я стою на своей позиции. Я по-прежнему считаю себя и являюсь президентом Грузии и законным президентом. И намерен бороться с беззаконием и с произволом. И если мы, конечно, вернемся и если все восстановится, я буду продолжать в том же духе, как и прежде. Я никаким крутым мерам и к репрессиям никому не прибегал. Судя по всему, звяд Гамсахурдия от борьбы не отказывается и имеет поддержку не только в Грузии. В аппарате президента Чеченской республики Дудаева корреспонденту Радио Свобода сообщили, что транспортировка топлива и энергоносителей в Грузию из Чечни прекращена. Правительство республики отзывает всех чеченских студентов, обучающихся в вузах Грузии. В среду же на экстренном заседании чеченского парламента будут вырабатываться дальнейшие действия республики по отношению к Грузии. Официальный Грозный квалифицирует события в Тбилиси как военный путь с захватом власти хунты. Митинг в поддержку звяда Гамсахурдия состоялся сегодня в центре Сухуми. Его участники требуют восстановления законной власти в Грузии, призывают к борьбе против победившей оппозиции. Подавляющее большинство Грузии, живущих в Абхазии, сторонники Гамсахурдия. По мнению наблюдателей, они могут пытаться дестабилизировать обстановку. Так что грузинской оппозиции еще предстоит борьба. Предстоит убедить как местное население, так и иностранные правительства в том, что власть будет быстро передана от военного совета, созданного вне осады парламента, гражданскому правительству. Вот впечатление нашего корреспондента, которая только что вернулась из Тбилиси. Вот таким увидели проспект Рустарели, журналисты, первые прибывшие после бегства президента к Дому правительства. Была ли эта картина логическим концом года правления Гамсахурдия? Года, за который один из самых веселых, вечно поющих городов мира разучился смеяться, да и просто улыбаться. Ну, основное зрелище нас ожидало в самом бункере, где Гамсахурдия со своей свитой жил уже полгода. Многие скептически отнеслись к недавнему заявлению бывшего президента Грузии, что он и его света не испытывали на Новый год нужды в продовольствии. Пожалуй, этого запаса сахара, кофе, нескольких тонн масла и многих других продуктов, которыми невозможно сегодня оттоварить в республике карточки, свете президента хватило бы надолго. Ими же расплачивали с манифестантами, которых специально привозили в город из некоторых провинций скандировать «звиад-звиад». Кстати, в Тбилиси, где многие служащие не получали зарплаты уже несколько месяцев, видимо, не получат ее и в январе. Вместе с президентом предела республики покинула и казна Грузии. Не только с деревянными рублями, но и с валютой. В назначении же этого предмета было сложно разобраться без помощи очевидцев. Самодельное устройство для пыток электрошоком. После пыток жертв сбрасывали в этот подвал. Сколько невинных людей прошло через этот подземный коридор, ведущий из шахты и метрополитена прямо в бункер. Людей ловили на улицах, втаскивали в свое логово, держали там заложниками, избивали самым беспощадным образом даже журналистов. Так называемую криминальную интеллигенцию. На кого эти списки? Будущих жертв или уже расстрелянных там в бункере? Или что было в этих комнатах, которые поджег бывший президент за несколько минут до своего бегства? На многие вопросы пока нет ответа. Среди них на самый главный. Как можно было умудриться всего за год посеять вражду среди людей, которые, казалось, так любили друг друга? Невозможно себе представить, что это в наши дни и в красивейшем городе Тбилиси. После трех суток относительного спокойствия вновь резко обострилась ситуация в Южной Осетии. По сведениям пресс-центра информационного комитета, минувшей ночью в кризисных зонах республики, на дальних подступах к Схенвалу и в Знаурском районе, возобновились перестрелки противопутствующих сторон. Из окрестно грузинских сел боевики вели пулеметный и ракетно-артиллерийский огонь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По сведениям пресс-центра информационного комитета, минувший ночью в кризисных зонах республики, на дальних поступах к Цхинвалу и в Знаурском районе, возобновились перестрелки противобойствующих сторон. Из окрестно грузинских сел боевики вели пулеметный ракетно-артиллерийский огонь по административному центру. Из достоверных источников стало известно, что из Тбилиси на окраине Цхинвала вместо своего прежнего размещения возвратилось несколько отрядов боевиков. Они-то и возобновили обстрел населенных пунктов в Южной Осетии. И еще в одной горячей точке, но там, правда, сегодня не так страшно, там выборы. Неожиданно для многих 34-летний Артур Макарчан стал первым в истории Нагорного Карабаха председателем Верховного Совета Республики. Он избран на этот пост в ходе двухдневной острой борьбы с другими прецедентами на проходившей в Степанакерте сессии. Так сообщает Карабахское агентство новости. Похоже, что эпиграфом к сегодняшнему дню может быть высказывание корреспондента Радио Свобода. В Содружестве независимых государств его члены акцентируют внимание на слове «независимый», забывая о том, что впереди стоит, вообще-то говоря, слово «содружество». Продолжает разгораться борьба вокруг того, кому принадлежит Черноморский флот. Как считают в компетентных военных кругах, после заявления адмирала Костонова о том, что Черноморский флот будет подчиняться исключительно главнокомандующему Верховооруженных Сил Содружества и главкому ВМФ, конфликт между Россией и Украиной по поводу Вооруженных Сил достиг решающей фазой. И непонятно, наверное, кому конкретно будут присягать все-таки воины Черноморского флота. Украине, России или СНГ. Само существование которого во многом зависит от решения этого вопроса. В центре внимания была судьба Черноморского флота. Украина считает его своим, Россия же не хочет расставаться ни с одним из четырех флотов. Президент Леонид Кравчук называет сроки принятия присяги до 20 января. Командующий флотом Игорь Касатонов заявляет, что он будет выполнять только приказы главного командования Объединенных Вооруженных Сил СНГ. Адмирал высказал свою точку зрения на эти и некоторые другие проблемы. Я хочу сказать следующее. О том, что флот отказывается и не отказывается принимать пещаду, такого нет. Потому что этот вопрос не стоит. Флот не подчиняется. Флот не подчиняется в Министерстве обороны Украины. Так, наверное, хочется не на полковнику Морозову. Ну, наверное, это его право. Флот не подчинен. Поэтому, ну что значит, принимать пещаду не принимаетесь. С другой стороны, вы правильно говорите, что события развиваются. СНГ это не государство. Наверное, не субъект каких-то там отношений. Но для того, чтобы произвести процессы, про которые вы говорите, для этого нужны этапы. Нужен переходный период. Я хочу сказать, что, конечно, флот стал заложником нерешенных политических образов. И не только флот. Правительство Эстонии приняло решение прекратить снабжение расквартированных в республике частей советской армии хлебом. Это решение объясняется тем, что Россия не выполняет своих обязательств по поставкам в Эстонию зерна. И, как считают в Таллине, таким образом косвенно отказывается кормить своих солдат. Русская община Латвии находится тоже в бедственном положении. Так считает советник вице-президента России Андрея Федоров. По поручению Александра Рудского он знакомился с проблемами русскоязычных жителей Балтийских республик. По словам Федорова, он убедился в том, что если открытие здесь посольства России затянется еще на месяц-два, то это будет преступлением перед людьми, которые хотят почувствовать себя под юридической защитой России и иметь с ней канал взаимоотношений. Министры иностранных дел, стран-членов Содружества и независимых государств соберутся на встречу в Москве 10 января. Об этом сообщил сегодня корреспондент УТАСС пресс-секретаряти министра иностранных дел Российской Федерации. Одним из основных и наиболее трудных пунктов встречи станет вопрос о разделении собственности бывшего Союза СССР за рубежом. Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород. Таков маршрут трехдневной поездки президента России Бориса Ельцина. Обозреватели расценивают эту поездку как мужественный поступок президента, готового встретиться лицом к лицу с недовольством россиян. Вовно уже померкла слава знаменитого саратовского калача. А теперь вот из-за простой буханкой хлеба вон какую очередь надо выстоять. Как впрочем и за молоком, другими подорожавшими в несколько раз продуктами. Надежда на реформы, на производителя, свободного предпринимателя. Как развязать ему руки, сделать полноправным хозяином своей земли. Об этом и шел разговор Бориса Николаевича Ельцина с арендаторами, фермерами совхоза Осиновский. С посещения этого хозяйства, ставшего, кстати, акционерным, где каждый работник имеет свой пай, и началось пребывание президента в Саратовской области. Семь лет никто не решался идти на эту реформу, идти в рынок вот так, еще с либерализацией. Никто не решался. Мы потеряли просто. Если бы пошли 2-3 года тому назад, мы бы сейчас уже нормально жили. Одна из самых острых проблем сегодня воссоздание автономии немцев по Волжье. И для советских немцев, не по своей воле лишившихся государственности, восстановление автономии не только акт исторической справедливости, но и спасение во многом уже утраченных языка культуры. Об этом еще раз напомню Ельцин. И все же для большинства здесь, на Волге, по-прежнему привлекательным остается призыв. Немцам да, автономии нет. И президент сделал заявление. Там, где нет компактного проживания немецкого населения и населения немцев по Волжье, то есть чтобы их было подавляющее большинство, никакой автономии не будет. Я вам, президент, это гарантирую. Ну, другое дело, скажем, в Волгоградской области военный полигон, 30 тысяч гектаров, пустой, и маршал Шапошников его отдает. Вот там, может быть, в каком-то будущем какая-то такая вот область и будет, или, может быть, район какой-то такой национальный немцев по Волжье, но только, когда там будет 90% немцев. Понятно? Я объясняю. Во второй половине дня Ельцин побывал на Саратовском электроагрегатном производственном объединении. Здесь делают хорошо всем известные холодильники Саратов. Их выпуск за последнее время не только не снизился, а даже увеличился. Пример, согласитесь, для нас сегодня нетипичный. Это результат конверсии. Еще недавно до 70% выполняло объединение военных заказов, 30 же составляло доля товаров народного потребления. Теперь соотношение поменялось. Кроме того, коллектив стал совладельцем своего завода. Во время встреч с рабочими специалистами администрации узнал президент о том, как новые формы хозяйствования способствуют решению социальных программ. Ежегодно, к примеру, до 300 семей получают здесь новые квартиры. Машиностроители сами зарабатывают себе на достойную жизнь. И не ждут ниоткуда помощи. А не это ли главный и обнадеживающий результат рыночных реформ? О необходимости их скорейшего проведения в жизнь говорил президент, выступая перед горожанами за несколько часов до отлета в Ульяновск. Поездка может быть в одной из самых напряженных моментов нашей российской истории. Но такой момент, в который сильно надо знать настроение людей. Конечно, настроение тяжелое. Конечно, сейчас мы приняли непопулярные меры. Но у нас другого выхода. Об этом говорит весь мир. Об этом говорят наши специалисты, экономисты. И другого выхода нет. Или мы скатимся окончательно в болото. Или мы все-таки в конце этого года стабилизируем ситуацию, обстановку и начнется все-таки улучшение жизни людей. Сегодня вечером Борис Ельцин прибыл самолетом из Саратова в Ульяновск. Что касается реакции на повышение цен, то никакой особенной реакции по тем сведениям, которыми мы располагаем, пока нет. По-видимому, еще есть запасы в холодильниках. Сейчас россиян более всего волнует вопрос, не обрушится ли на них лавина рублей из республик. Ведь в большинстве суверенных государств собираются ввести свои деньги. И уже сделаны первые шаги в этом направлении. Созданы многоразовые купоны. Так уже известно, что Украина 20% зарплаты выдает многоразовыми купонами, на которые можно приобрести товары, а на рубли нет. В Беларуси же 60% составляют купоны. Логика руководителей этих республик понятна. Обеспечить своих, а там трава не расти. А на рубли могут покупать в России. Но, как нам сообщил представитель Центрального банка России, правительство намерено к февралю просчитать долги всех республик по наличным деньгам. Долги долгами, но как их получить? Тем более, что в деревянных они никому не нужны. Я так думаю, что механизм будет выработан правительством путем поставок продуктов, товаров. Итак, введение купонов подталкивает нас опять к никому невыгодному бартеру. Никакой денежной реформы замораживания банковских вкладов на территории Российской Федерации не предвидится, заявил в интервью корреспондент Урео экономический советник правительства России Алексей Улюкаев. Наш корреспондент сегодня тоже узнал о судьбе наших вкладов в сберкассах. Как и везде, у нас в Сбербанках тоже очереди. Но что нас удивило, не только берут, но и кладут деньги на личные вклады. 3 января в Москве в прошлом году принесли 27 миллионов, а в этом году 58 миллионов. Принесли за один день. Тенденция такая наблюдается по всей России. Если инфляция еще будет расти, увеличиваться, то есть пойдет галопом, каким образом вы можете отреагировать на это? Ну, мы здесь двумя критериями, что ли, руководствуемся. Первый – это законом российского парламента о том, что вклады индексируются за счет доходов банка. Первое – это первое, что определяет. И второе – общая мировая практика, что вклады индексируются за счет увеличения процентной ставки. Поэтому мы с 1 января процентную ставку по всем видам вкладов увеличиваем. Минимальное – это до востребования 3%, максимальное – уровень ставки 15% по срочным вкладам. Пустим летом инфляция сделала еще один виток? Ну, такая вероятность и не исключается. Теоретически мы можем летом пересмотреть процентную ставку. Пока трудно сказать, как отреагирует население через месяц на новые цены. Но одна из наших основных финансовых систем в эти критические дни устояла. А Сбербанк – прибор точный. Паники нет. У экономистов же определенную панику вызывает ситуация на Челябинском металлургическом комбинате, который находится на грани остановки. На крупнейшем в стране поставщике высококачественных сталей из пяти домен работают только две. Коксовые батареи переведены на аварийный режим, так как из Кузбасса не поступает уголь. Некоторые шахты-бассейны не работают. В конце года горнякам не выплатили зарплату. По сообщению из Читы, в Забайкале сегодня остались безработки десятки тысяч людей. Из-за нехватки электроэнергии остановлены многие предприятия. Безответственность и анархия в производственной сфере, которые достигли в последние месяцы критической отметки, могут в любой момент вызвать цепную реакцию развала тяжелой промышленности. Следующим шагом может оказаться остановка производства не только на металлургических комбинатах, но и на крупных заводах, использующих сталь, чугун и прокат. За этим последует массовое увольнение, невыплата зарплаты и так далее. Но риторический вопрос, кому на Руси жить хорошо, уже прозвучал однозначный ответ. Сейчас никому. Потому что на любой ступеньке общества человек чувствует тревогу и неуверенность в завтрашнем дне. А врачи фиксируют, что в стране резко снизилась рождаемость. Только здесь, в 10-м роддоме Москвы, за год недополучили около 300 малышей. Сбой производства. И рожать страшно, и кормить трудно, и одевать не вы что. Но в данном случае к рождественским младенцам подкатило колесо фортуны. Комитет женщин привез подарки. Сине-розовые комбинезончики. На выход. И вручил из рук в руки, чтобы потом случайно не оказались детские вещички на прилавках взрослых дядей. В России-то, как всегда, воруют. Время поделило нас на правых и левых, поделило по полу возрасту национальности. И только при рождении и в церкви принимают нас как чудо единое. Господи, я же твой степель. Что ж меня бросил в беде? Господи, что я тебе сделал? Чего я не сделал тебе? Человеку так надо, чтобы его любили, и чтобы хоть кто-то в нем нуждался. И если не дорожить людьми, то что останется главным на земле? И идут люди на Рождество со своей частицей добра и надежды в храм. Пожалуй, в единственное место, где смертным грехом почитается отчаяние. В тяжелой достаточной информации сегодняшнего дня мы дали вам возможность вздохнуть, что ли, немножко. Сегодня на второй день православного Рождества состоялось праздничное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день русская православная церковь созывает верующих для благодарственного прославления Пресвятой Девой, послужившей великому таинству воплощения Сына Божьего. И называется этот день Собором Пресвятой Богородицы. Божественную литургию совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении иерархов и клириков церкви. После службы патриарх Алексий, обращаясь к присутствующим, сказал. Впервые совершаем богослужение после того, как указан президент России храмы Московского Кремля переданы русской православной церкви для совершения в них богослужения. И Успенский Собор назван Патриаршем Успенским Собором. Отныне мы будем совершать здесь регулярные богослужения. А Богоявленский Собор, что в Елохове, в Москве, теперь будет кафедральным. А теперь о помощи гуманитарной. Военные самолеты НАТО с канадскими и германскими экипажами доставляют продовольственную и иную гуманитарную помощь в бывший Советский Союз. Это первый раз, когда Западный оборонный союз-блок взял на себя гуманитарную миссию. Первые самолеты во вторник и в среду доставят более 80 тонн порошкового молока. В аэропорт Шереметьево доставлено 30 тонн медикаментов, собранных для России американской благотворительной организации Америкаэрс. По решению президента Российской Федерации, этот груз будет направлен в адрес лечебных учреждений Воркуты. Завтра утром его доставят туда специальный рейс. Здесь не только лекарства, но и комплекс специальных средств для обеспечения стерильности работы клиник. Шприцы, иглы, бинты. Америкаэрс объединяет простых американцев, которые желают счастья и процветания вашей стране. Мы специально выясняли, в чем именно наиболее остро нуждается ваша медицина. Это не только для нас. Президент США Джордж Буш, находящийся с официальным визитом в Токио, неожиданно почувствовал себя плохо на торжественном приеме, устроенном премьер-министром Японии. Однако, через некоторое время он сам прошел к машине и был доставлен в официальную резиденцию для глав зарубежных государств, где его осмотрел личный врач. Выступая перед журналистами, Барбара Буш заявила, «Мой муж накануне играл в теннис и потерпел сокрушительное поражение, а мы, Буши, не привыкли к неудачам». По сообщению американских корреспондентов, сейчас президент чувствует себя вполне удовлетворительно. В Вашингтоне госсекретарь США Джеймс Бейкер встретился с министром иностранных дел Армении Рафи Аванесяном. Сообщается, что Бейкер принял приглашение посетить Ириван во время своей поездки в СНГ. По словам Аванесяна, дипломатические отношения между США и Арменией будут установлены в полном объеме в самое ближайшее время. Совет Безопасности ООН осудил нападение на вертолеты наблюдателей европейского сообщества в Югославии. Как известно, один из вертолетов был сбит, а находившиеся на его борту четыре итальянских и один французский гражданин погибли. Югославские власти признали свою ответственность за трагические инциденты и пообещали наказать виновных. Сегодня старейшая в ЮАР организации чернокожих, Африканский национальный конгресс Южной Африки, отмечает свое 80-летие. По этому случаю состоялись всевозможные торжества и шествия. На одном из митингов президент АНК Нельсон Манделла заявил, что апартеид еще никогда не был так близок к краю могильной ямы, а Южная Африка к вратам свободы, как сегодня. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines при взлете из международного аэропорта городов Даллас и Форт Уэрт потерял один из своих двигателей. По счастливой случайности, лайнер произвел благополучную аварийную посадку в том же аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причина инцидента расследуется специально созданной комиссией. Дело известного болгарского писателя Георгия Маркова, который эмигрировал в годы тоталитарного режима из Болгарии и был убит в Англии, как предполагает по личному научению Тодора Живкова, агентами болгарской секретной службы, получилось сейчас трагическое продолжение. Закончилось первое заседание закрытого военного суда. Два отставных болгарских генерала, бывший шеф разведки Владимир Тодоров и бывший замминистра внутренних дел Стоян Савов обвиняется в том, что уничтожили в 90-м году 6 томов из секретного досье на писателя Георгия Маркова. Досье, которое собирала Живковская охранка в борьбе с диссидентами. Исчезнувшие тома, как здесь полагают, могли содержать сведения о подготовке покушений на писателя эмигранта, а также материалы, проливающие свет на причастность к этой акции советского КГБ. Однако теперь, похоже, суд продолжится не скоро, если вообще продолжится. Один из обвиняемых, генерал Савов, найден мертвым рядом с памятником погибшим в годы Второй мировой войны партизанам в селе Лисичево, неподалеку от Софии. Мы считаем, что это самоубийство. Обстоятельства выясняются. Но в тупике теперь, видимо, будет судебное расследование об уничтоженных папках из секретного досье на Георгия Маркова. Что в них было в действительности? Савов утверждал на предварительном следствии, что передал их Тодорову. Тодоров это отрицал, а Савова уже нет в живых. Реакция в прессе бурная и разноголосая. Но, кажется, все согласны в том, что работа правосудия должна быть застрахована и от цепной реакции политических вендет, и от загадочных самоубийств. И совсем уж возвращает нас к делам домашним сообщение BBC. В понедельник в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди был задержан при посадке в самолет аэрофлота известнейший актер Иннокентий Смоктуновский, у которого был обнаружен в ручной кладе духовой пистолет, запрещенный в пределах городской черты. Вероятно, он вез его для самообороны, напуганной прогнозами о росте преступности. Но на самолет из-за этого не попал. На него были надеты наручники и его отвезли в участок при аэропорте. В конечном итоге его обвинили в незаконном хранении духового пистолета и выдали повестку, по которой Смоктуновский должен явиться в суд 28 февраля. Всего он провел в заточении часа два и был отпущен под честное слово. Смоктуновскому не обязательно являться в суд самому. Его может заочно представлять адвокат. Но актер говорит, что у него нет денег на билет в Америку при нынешних ценах. Добрый вечер. Ровно месяц остается до открытия зимних олимпийских игр в Альбервилле. Будущие участники еще довольно активно выступают в различных соревнованиях. В Ижевске начался традиционный турнир по биатлону «Ижевская винтовка». Гонку на 10 километров у мужчин выиграл Валерий Медведцев. У женщин дистанция 7,5 километров с двумя огневыми рубежами лучше всех прошла Анфиса Рисова. Завтра в Лозанне президент Международного Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч и председатель недавно образованного Совета президентов Национальных Олимпийских комитетов нынешнего СНГ Виталий Смирнов обсудят детали выступления нашей олимпийской команды в Альбервилле. На данный момент Совет представляет интересы восьмих республик бывшего СССР. В частности, будет обсуждаться вопрос о флаге и гимне объединенной команды, а также о том, будет ли разрешено команде носить на играх форму с национальной символикой. Ну, а организаторы Олимпиады провели множество тренировок и испытаний. Проверку на готовность прошли олимпийские объекты, техническое оснащение, транспорт. Осталось одеть в униформу 8 тысяч добровольцев и аккредитовать 40 тысяч человек. Подготовка спортсменов идет не только в естественных условиях. Четверка бобслистов США в бомбитационном зале и перед ней будущая олимпийская трасса. Каких-то 10 лет назад о такой методе подготовки даже и не мечтали. Поможет ли это американской четверке? Олимпиада ответит на этот вопрос. В Новой Зеландии завершился чемпионат мира в классе яхт летучий голландец. Прогнозы специалистов не оправдались. Совершенно неожиданно последнюю седьмую гонку выиграл американский экипаж Пол Форстер и Стив Боудроу. Он завоевал золотые медали первенства мира. Гонщики ралли Париж-Триполи-Кейптаун наконец-то получили отдых. Сегодня они погрузив машины и мотоциклы на пароход переправляются в Конго. А это фрагменты предыдущего этапа. Кстати, уже подводятся печальные итоги ралли. Погибло три гонщика и один француз Жан-Клод Вагнер находится в тяжелом состоянии. Три наших КамАЗа продолжают борьбу. Василий Алексеев давно оставил помост, но до сих пор, наверное, это самый популярный человек в тяжелой атлетике. Им было установлено 80 мировых рекордов. Выдающемуся атлету исполнилось 50 лет. В каком возрасте вы себя ощущаете? Все в том же. Юный. В личной жизни вы счастливы? В личной жизни все у меня в порядке, все нормально. Как ваши сыновья? Сыновья работают, трудятся. Отцы в своих семействах. Последним гидрометцентра завтра, 9 января. В Архангельской области минус 10-15, небольшой снег. В центральном районе минус 1 плюс 3. Тоже небольшие осадки. В Центрально-Черноземном районе минус 1 плюс 4. В Волговятском районе минус 3 плюс 2, небольшие осадки. На Среднем Поволжье минус 3 плюс 2, небольшой снег. На Украине 0 плюс 6. В Молдове 3,8 градусов тепла. В Санкт-Петербурге плюс 1,3 осадки. В Москве небольшие осадки. Температура ночью и днем около 0 градусов. Ветер юго-западный. Ветер юго-западный. Уважаемые телезрители, мы приносим извинения за технические накладки в системе энергопитания. Продолжаем нашу программу. Сейчас несколько минут рекламы. Продолжаем нашу программу. Широкий выбор товаров отличного качества ведущих зарубежных фирм и советские компьютеры «Агат» предлагает биржа «Виктор». Немедленная поставка со складов в Москве. Оплата в СКВ и рублях. Обращайтесь к нам по адресу. Комсомольская площадь, дом 4А, офис 311. Телефоны 266-1566-975-4277. Корпорация «Экорамбурс» расширяет свою деятельность. Финансовый и страховой бизнес, интенсивное развитие зарубежных связей являются залогом успеха и процветания «Экорамбурса». Акция корпорации «Экорамбурс» для тех, кто хочет разделить этот успех. Вложить средства в мировую индустрию спорта – лучший вариант акции международной спортивной биржи. Пока еще вы можете приобрести их за рубли. Гарантия ваших вложений – золото спортивных побед. Семь чудес света знают все. Фирма «Рэмксер» создала восьмое. Настольную покровальную машину модель 5009. Надежная экономичная машина делает 8 копий в минуту. Комплект расходных материалов рассчитан на 12 тысяч копий. С аппаратом прилагается 10 тысяч листов превосходной бумаги ангельского производства. Машина может копировать красным, синим, зеленым и коричневым цветами. Получаемые в этом копии необычайно примекательны. Масла нет. То есть как? Нет. Нет масла. Что значит нет? Нет масла. Есть. Первая нестяная компания «Юрлс» предлагает моторные, индустриальные, трансформаторные масла, а также присадки для их производства. Программа. Самый широкий выбор калькуляторов лучших фирм. Кассио, Кэнон, Шарп, Ситузен. И все это за рубли. Самые низкие цены в мелких и средних партиях. Кратчайшие сроки поставок со складов в Москве. Телефоны 291-28-20, 203-22-06, Ситайк, 114-763, Прайм.